За стенами теплицы холодная ранняя весна, а здесь в теплом помещении на ровном подготовленном грунте идет сев капусты. В средней полосе всю рассаду белокочанной капусты различных сроков созревания выращивают в закрытом грунте. Ровными рядками пневматическая сейлка точного высева укладывает семена в грунт теплицы. Это очень важно для дальнейшей работы с рассадой. Кроме того, надо оправдать и затраты. Ведь только приготовление кубометра грунта стоит около рубля. Для увеличения выхода рассады с единицы площади и для лучшего ухода за ней семена размещают на определенное расстояние друг от друга. В конце мая в теплице выращена качественная рассада капусты. А тем временем на полях уже заканчивается работа для принятия рассады в открытый грунт. Высокие урожаи капусты можно получить на хорошо оккультуренных и орошаемых почвах. Агрегаты, состоящие из культиватора и из зубовых барон, доводят почву до мелкокомковатого состояния. Обрабатывая поле ядохимикатами, уничтожают вредители и сорняки. При возделывании белокочанной капусты применяют астраханскую технологию. Один из основных ее элементов наведение борозд щелей. Они будут ориентирами для последующих проходов сельскохозяйственных агрегатов. А в теплице рассада уже сформировалась. Пора ее высаживать в открытый грунт. Рассаду белокочанной капусты калибруют. Слабые растения удаляют. Затем рассаду укладывают в ящики. И вот они уже на рассадо-посадочной машине. Безгоршечную рассаду капусты заделывают на глубину от 5 до 10 сантиметров. А горшечную на глубину не менее 10 сантиметров. Механизированная посадка капусты значительно облегчает труд овощевода. Оправщица контролирует качество посадки. Применение рассадо-посадочных машин обеспечивает заданное расстояние между растениями в ряду и междуряде. И позволяет проводить механизированную уборку. Рассаду необходимо высаживать во влажную почву сразу после ее обработки. Иначе растения полягут. А в результате снизится урожайность капусты. Капуста влаголюбива. Поэтому до полного приживления растений необходимо регулярно проводить поливы. Недаром в народе говорят, что каждый качан требует бочку воды. Защита ее от болезней, вредителей и сорняков обеспечивает хороший рост и развитие растений. Прошли две недели. Под жарким солнцем после обильных поливов на почве образовалась корка. Ее необходимо разрушить. Поэтому так важна междурядная обработка. Капуста подросла. В начале интенсивного роста листьев капусты и перед их смыканием растения окучивают. Одновременно с окучиванием в междурядях уничтожают сорняки. Капусту опрыскивают раствором технического хлорофоса или фосфамида. За вегетационный период, одновременно с обработкой междурядей и поливами, проводят несколько подкормок капусты. Кочаны у раннеспелых сортов формируются через 105-115 дней, у среднеспелых 116-150 дней, а у позднеспелых качан формируется через 145-184 дня после появления всходов, в зависимости от сортов. Как говорят овощеводы, капуста достигла хозяйственной спелости. Пора убирать. Уборка позднеспелых сортов капусты проводится полунавесным комбайном с одновременной погрузкой в транспортные средства. Как работает комбайн? Качаны капусты захватываются барабанами. Затем передаются на транспортер. Оттуда прямо в кузов. Преимущество механизированной уборки состоит в том, что качан срезается вместе с плотно прилегающими листьями. Капуста доставляется на весы. Оттуда продукцию отправляют на реализацию или хранение. Применение комплекса машин для поточной уборки капусты снижает затраты труда в 2,5 раза, а прямые издержки на 7%. Свежая капуста поступает на доработку на сортировальный пункт. Технологии обработки безотходные. Товарная капуста направляется на хранение. Отходы идут на корм скоту. Отсортированные кочаны закладывают на длительное хранение в овощехранилище промышленного типа. Сохранить выращенный урожай и своевременно доставить его потребителю неотложные задачи каждого работника, участвующего в выполнении продовольственной программы. КОНЕЦ